Ну что, друзья, всем привет, Пандосов, Иксович на связи, и как вы можете понять по названию видоса, мне снова повезло. Был какой-то период, где казалось, что яшники уже все перестали мне подкручивать, но сегодня, друзья, такую карту выловил, за которую хотел помечтать, ну не соврать, наверное, последние 3-4 года. Никак мне не удавалось эту карточку поймать, но я это сделал. Собственно, жду от вас лайкусики, первые 100 комментариев я отлайкаю, ну и, собственно, всем желаю приятного просмотра. Ну и что по контенту, друзья, у нас вышли тотсики серии А, есть много интересных персонажей, Асимен, Ляо, Хвича. Собрал себе кучу пакетиков, также вы увидите пик на героя, которому мне повезло, хотя казалось бы в наше время это невозможно. И также самый сочный контент, друзья, пик кумира 90+, который я открою сразу на трех аккаунтах, вот так вот. И, собственно, я заготовил 50 пиков 80+. Также у меня есть различные пакетики, которые будем параллельно вскрывать и понадеемся на то, что поймаем какую-нибудь достойную карточку. Полетели. Ну и перед началом видоса, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах. Это мои легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти широчайшую линию спортивных дисциплин, отличные коэффициентики. Также есть система бонуса, если вы пройдете верификацию до конца, то получите фрибет на косарь. Также не забывайте, что у них есть удобнейшее мобильное приложение. И все это добро по ссылочке в закрепленном комментарии. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Первая страница подходит к завершению. И пока что мы не видели ни одного ТОЦа. Печально. Третья страница тоже подходит к концу. Ну, видим. Хороший рейтинг. Ванди Джу Кей. Ну и последняя страница тоже подошла к концу. И у нас ноль ТОЦов. Просто ноль ТОЦов с 50 пиков. Даже турецких ТОЦов не увидели. Ну, это какая-то печаль, беда. Так, три игрока 84+. Давайте посмотрим. Наконец-таки мы увидели эти свечения. Флаги, итальянец, ЦП, Борелла. Нет, это Танале. Понятия не имею, сколько он стоит. Ну, статы, понятное дело, разнос полнейший. Также у меня тут есть три пака 85+. Давайте повскрываем. И понадеемся опять ТОЦ, пацаны. Пошла белая полоса турок. Да какого хрена это турок? Второй пак с пятью игроками 85+. Ну, на этот раз нам насрали в душу. Ну и третий пак с Балин. Кстати, у меня недавно этот Валенсия упал, пацаны. Который стоит нормально так денег. Я немножко прихерял с того, что он 300к стоит. Может быть, в какой-нибудь из видосиков его затестирую. Набор бас ТОЦ серии А. За 500 поинтов. Давайте откроем. Опа, ТОЦ имеется. Ну-ка, чё-нибудь. Чё-нибудь. Бразилия, ЦЗ, ПФА. Кто? Кто ты? Опа. ТОЦ в моменте, пацаны. Кто это? Бельгия. Форвард. Пацаны. Лу как еще упал. Ну, точнее, не упал, а собрал. Но в любом случае. Вдруг мне интернат купи фиферов упадет. Ну, давайте на бездонатки вскроем вот этот вот пак за 15 тысяч. Чувствую, здесь что-то будет. Не зря чувствовал, потому что здесь ТОЦ Корея, ЦЗ. Так, подождите, у меня вопросы. Он у меня был уже, и он падал в ТОЦ'ах комьюнити. Так, подождите, мне кажется, это ненормально. Ну, типа, условно скажем, Габриэль Жезус тоже был в ТОЦ'ах комьюнити, но не падал в ТОЦ'ах АПЛ. А тут Ким Нинджая падает в ТОЦ'ах серии А. А, что-то я не понимаю, как это работает, что за прикол. Так, 5 игроков, 85+, друзья. Давайте посмотрим, ТОЦ смеется. Флаги, флаги. Англия. Это Смальдини. 94 рейтинг Смальдини. Также я собрал оверпрайсовое СБЩ на героя. Понятия не имею, что здесь должно упасть, чтобы я такой, вау, ничего себе. Разве что уже ноля может быть. Давайте без плашек, без ничего. Потому что я уверен, что здесь нихера не выпадет. Да, в принципе, что и требовалось доказать. Хотя кивать, наверное, это не так уж и плохо. Но в наших реалиях, наверное, не вызывает уже вау-фекта. Да, 300 тысяч стоит. Так, я решил вернуться и на основной аккаунт. Чтобы здесь заскамиться с пиком на героя. Открываем. Смотрим. О! Ничего себе! Вот такого я не ожидал. Я-я-туре. Здравствуйте. Ну, слушайте, это неплохо. Не зря вернулся на основной аккаунт. На основном аккаунте у меня не было. У меня есть я-я-туре трофеевский на своем бездонатном аккаунте. А тут, здравствуйте. Такого я-я-туре у меня еще не было. И, в принципе, свои слова беру обратно. Не такое шискамное мероприятие. Он до сих пор стоит лям с копейками, чтобы вы понимали. И это парень в основной состав. То есть поймать на данном этапе игры героя в основной состав. Это, вы извините меня, очень дорогого стоит. Вот так вот делаем. У меня тут пакета стоит. Хотя у пакеты все статы лучше. Кстати, о моем третьем аккаунте. Я хотел сделать нарезочку с Викинг Лигой. Там рассказом о том, как все происходило. Что-то, если честно, так впадлу было. В принципе, ничего интересного не происходило. Я сделал один из побед. Ну, учитывая, какой здесь склад у меня был. Это неплохой результат, поверьте мне. Ну и, собственно, наградочки. Давайте я вам быстро покажу, какие у меня были рации. Ну и давайте по статкам один из трех. Так, первая карта. Ну, начинаем с галкипера. Прекрасно. Вторая карта. Может быть, это португальский ЛЗшник? Ну, ну, Мендеш. Ну, кстати, неплохо. Ну, ну, Мендеш стоит бабок. Другое дело, как мне его линковать. Давайте посмотрим, что в третьем пике. Тоже 88 физуха. 93 дриблинг. 95 удар. Давид, пацаны, это разъеб. Сколько стоит этот мальчуган? 700 тысяч стоит. И второй пик. В целом, я уже доволен, пацаны, учитывая не самый сильный результат. Так, опять галкипер. Да что ж ты будешь делать? Вторая карточка. Вряд ли это что-то хорошее. Опять Нуно Мендеш. Здравствуйте. Если будет опять этот Давид, будет смешно. Нет, это не Давид. Так, дриблинг 82. Ну, это срань какая-то. Это Тадибо. Ну, слушайте, два неплохих типа упало. Нуно Мендеш плюс Давид. Осталось понять, как мне это все дело линкануть. Линкануть. Так, друзья, у нас тут вкусный контент подвалил. Яшники наконец-таки додумались добавить пик на кумира 90+. Выбор из трех. Выглядит как что-то интересное. Что будет на деле? Сейчас соберем и узнаем. Честер, как думаешь, я что-нибудь вытащу сегодня нормально? Рейтинга, конечно, они нормально так просят. 89 в одном паке, 87 и 86 в другом. Ну ладно, надеюсь, это будет того стоить. О! Ну этот Дилоренцо мне раз 50, наверное, уже упал. Ну что, кумир 90 плюс собран. Давайте посмотрим, что же здесь можно поймать. Плашечка выезжает и давайте посмотрим. Так, дубликатов нет, что не может не радовать. Первая карта. 90 физуха, 82 защита, дриблинг 89. Блядь, да ладно. Я не верю, пацаны. Это Рут гулит? Это гулит! 93, ебать! Как долго я хотел поиграть за эту швабру, пацаны. Кто смотрит меня очень давно, те люди знают, как сильно я хотел гулита, блядь. И вот он пришел ко мне гулит в прайме. И реально, последние три года я охотился за этой картой. Но я прям вот нацелено хотел поиграть за Рута. Мать его, гулита. И он мне вылетает. Пацаны, миссия выполнена. Я поймал себе гулита, господи. Я не верю, я вижу его своими глазами. Рут гулит. И остался вопрос, а где тебя использовать? У меня Зидан и... Я эту рай на ЦП, если вы помните. Ладно, с этим разберемся потом. Может, хоть на форварда его буду пихать? Охренеть, Рут гулит. Фуф. Ну, давайте смотреть дальше. Вторая карта. Ну, тут Рио Фердиан. Да, в принципе, похер, кто тут дальше вообще будет, пацаны. Все три прайма. Но при этом Рут гулит. Здравствуйте. Говорю welcome to my club. И остается понять, вместо кого его сюда ставить. Вот, пацаны, ну куда ставить его? Чего мне делать, пацаны? Ваша хелпа нужна. Если кто-нибудь соберет мне сквад из вот этого всего, какой-нибудь годный, классный, скиньте, пожалуйста, его у меня в комментариях в телеге. Ссылка на мою телегу в описании. Месси, Габриэль Жезус, Яя Туре, Зидан, Гулит, Эусебио. Ну и все вот эти вот ребята на заменах. Ну, я реально не понимаю, как меня завозят на моем бездонатном аккаунте. Это просто срыв башки. Просто ноль рублей сдонатчено. Люди, которые со мной встречаются, наверняка думаешь, какой-то шейх там, который миллионы сдонатил. По факту тут просто в Доне на ноль рублей. Аккаунт с каждым разом. Все лучше и лучше выглядит. Ну, что мне остается, друзья? Перейти сейчас на мой донатный аккаунт и насрать себе в штаны. Потому что, опять же, по статистике на бездонатном аккаунте мне сыпет намного лучше, чем на донатном. Так, ну и давайте посмотрим, что упадет мне на донатном аккаунте. На бездонатном рут Гулит. А что же будет здесь, пацаны? Вот это вот интрига. Блин, один дубликат. Это больно. Что здесь у нас? Неста, Тоти Неста. Так, окей, давайте смотреть. Вторая карта. Ну, по дриблингу сразу понятно, что это шукер, блядь. Я вообще забыл о существовании такого футболиста. Ну и третья карта. 74 физуха, 91 дрибла. Передач нет. Похоже на конь Теона. Это он, блядь. Я его даже статы выучил. Вот, собственно, вам и разница между донатным и бездонатным аккаунтом. На бездонатном падает Гулит. На донатном падает ООН. Хоть рейтинг у него и больше, но это не имеет никакого значения, как вы понимаете. Так, ну и давайте на третьем аккаунте тоже вскроем Кумира. Сейчас я вам покажу состав, который у меня на этом самом аккаунте. Выглядит у меня вот таким вот образом. Последнюю викинг-лигу я отыграл вот на этом аккаунте на 11 побед. И сейчас параллельно тоже играю. Начал 3-0. Не знаю, чем все закончится. Давид прям, ну, серьезный парень, хочу вам сказать. Рад, что этот Типуган не упал. Мавидиди чуть похуже, но в целом тоже достойный персонаж. Мусяла плюс Верати. Тоже, в принципе, погоду не портят. Единственное, конечно, что ЦЗшники у меня просто трагедия какая-то. Небольшое количество пакетиков тут имею. Давайте вскроем. И, собственно, пойдем собирать Кумируча. 10 игроков 83+. Вот это красота. Практически все 10-83. Так, ну и Гарант Тотс за сыгранный кубок. Давайте откроем. Посмотрим, что здесь можно поймать. Момент. Кто-нибудь есть в классном моменте? Англичанин СЗ. О, Таморик, кстати. Мне как раз-таки нужен был центральный защитник. Это плюс. Другое дело, как линковать этого молодого человека. Практически весь рейтинг из клуба сливаю. Пока что по сборочкам с кумирами на этом аккаунте совсем больно. Ни один из них в основу не попал. Конечно, Борезия играет, потому что у меня альтернативы нет. А он мне вообще не зашел. Поехали. Открываем. Пожалуйста. Дубликатов нет, что не может не радовать. Первая карта. 91 дриблинг. 95 передач. Блин. В моменте показалось, что это грандиозное. Это пирло. Вторая карта. Пожалуйста. Дриблинг всратый. Блядь. Ян Раш. Больно. И третья карточка. Ну, пожалуйста. Ну, дайте что-нибудь. Фердинанд. Хорошо. Спасибо на этом. Фу. Я думал, прям совсем плохо будет. Но Рио Фердинанд. И учитывая то, что мне упал сейчас Тамори. Это, наверное, неплохо. Вряд ли он, конечно, пик окупает. Ну, хотя бы 200 тысяч стоит. Что здесь можно придумать? Ну, допустим, вот так. Допустим, вот так. И какого-нибудь ПЗшника из серии А. Ну, на первое время можно вот что-нибудь подобное соорудить. И попробовать такой командой поиграть. Ладно. В общем. Сейчас покручу, поверчу, еще подумаю. Спасибо вам большое, что посмотрели данный видеоролик. Если он вам понравился, оцените его Лука самым классным комментарием. А с вами был я, Пандос Фэксающий. Всем хорошего настроения. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok